Так, чтобы человек пришел, описал свою ситуацию, а все учреждения сразу по своим направлениям ее разобрали на свои кусочки. 52 стратегические сессии провел за два месяца Центр развития Камчатки. Все они проходили в открытом формате. Каждая встреча жителей края была посвящена определенной тематике, в том числе отдельно всем районам и городам. А задача стояла с помощью модераторов сессий выработать предложения, которые изменят к лучшему различные сферы жизни в крае. Создание такой общественной площадки инициировал глава региона. Важная и принципиальная вещь это то, что все-таки Владимир Викторович предложил максимально постараться привлечь к обсуждению, к реализации этой программы, именно население края, как можно больше жителей. Вот сегодня, смотрите, у нас следующие результаты, которые были в ролике. Порядка 48 тысяч жителей края участвовали тем или иным образом в обсуждении и в реализации дальнейшей этой программы. На основе этих предложений и была составлена программа развития края. Так, в сфере рыбной промышленности глава региона намерен добиться баланса между добычей и воспроизводством ресурса, глубокой переработкой и доступностью рыбы, инвестпроектами и сохранением природы. При этом промышленники должны активно участвовать в благоустройстве поселков. Нам предстоит с вами в ближайшее время этот баланс до конца сформулировать с тем, чтобы мы имели устойчивое и четкое видение, как будет развиваться рыбная промышленность в крае во благо наших жителей, создавая тысячи рабочих мест для наших жителей, создавая снова экономики нашего региона. На многих сессиях, какой бы тематики они ни касались, жители региона поднимали вопрос жилья. Это и лучшие условия для тех, кто живет в старых домах, и долгожданные первые собственные квартиры, и гарантии для ценных специалистов, которые могли бы остаться на Камчатке или приехать сюда, чтобы работать. Глава региона уже заручился поддержкой руководства страны. Камчатские края должны включить программу расселения из ветхих и аварийных домов. Ставку нужно сделать на новый стиль жизни на Камчатке. На стиль жизни, который ближе к природе, к тому главному нашему богатству. На развитие малоэтажного индивидуального жилья, коттеджей, таунхаусов. Благо, и природа, и площади, и транспортная доступность – все нам позволяет это сделать. А природа сама подталкивает к этому. Глава региона считает, что Камчатка может развиваться быстрее и даже быть лидером, и не только в добыче рыбы. Главное – наша возможность формировать правильные ценности, ценности будущего, которые связаны с экологией, с устойчивым, с зеленым развитием экономики, со здоровым образом жизни и здоровыми отношениями в обществе, с консолидацией и нашей сплоченностью. И закладывать их еще в школе, в детском саду уже сейчас. В программе развития края предусмотрены и другие направления. Это строительство и реконструкция больниц, привлечение в регион медиков, всеобщая диспансеризация. Запланировано строительство дороги между двумя ТЭЦ в Петропавловске и приведение порядок трассы от села Мильково до усть Камчатска. И многое другое. Залина Корбанова, Иван Родин, Алексей Кузьмин, Антон Скрипаченко, информационное агентство Камчатка.